В данном видео вы узнаете, что мы сделали за эту неделю. А сделали мы немало, мы сделали даже больше, чем обещали. А что именно мы сделали, смотри дальше в этом видео. Итак, начнем со штукатурки. Как мы и обещали, мы на этой неделе выполнили. С какими нюансами мы столкнулись? Оставить вот такой вот зазор, что привело к небольшому перерасходу смеси, мы поступили вот как. Те трансформаторы, которые необходимы для светодиодного освещения. Необходимо замазать. Монтировать коробки нужно, я расскажу вам сейчас, разницы нет. В итоге получаем кирпич, вот здесь не было короткого замыкания. Сделано еще много разных мелочей. Пойдемте покажу. В данном видео вы узнаете, что мы сделали за эту неделю. А сделали мы немало, мы сделали даже больше, чем обещали. А что именно мы сделали, смотри дальше в этом видео. Меня зовут Захарчук Алексей, вы на канале Ремонт квартир и коттеджи. А перед тем, как я продолжу, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Поставь этому видео лайк и поехали. Итак, начнем со штукатурки. Как мы и обещали, мы на этой неделе выполнили часть штукатурки. Основную львиную долю. Осталось всего две стены в маленькой комнате. А с какими нюансами мы столкнулись? А столкнулись мы с тем, при разбивке помещения мы выяснили, что у нас на двух стенах достаточно толстый слой штукатурки. А именно 3 см и 4,5 см. Что привело к небольшому перерасходу смеси и, соответственно, к небольшому увеличению работ. Но загодя, перед тем, как мы приступали к работам, мы не могли этого знать на 100%. Итак, штукатурка на данном объекте имеет определенные особенности. Так как у нас проект, в котором не предусмотрены плинтуса в квартире, мы вынуждены были при штукатурке оставить вот такой вот зазор, для того, чтобы в дальнейшем мы могли в него завести напольное покрытие и потом уже заделать остатки данной штрабы, для того, чтобы примыкание напольного покрытия к стенам было строго по 90 градусов без разных плинтусов. А как мы вот это делали, я покажу вам сейчас. Так вот, для того, чтобы нам сделать такую штрабу, а не штрабить ее после того, как уже штукатурка будет готова, мы поступили вот как. Мы купили брусочек 20 на 40 см, деревянный. Заранее его прибили к стене, оштукатурили стену. И сейчас я покажу вам, как мы брусок этот удаляем. После удаления данного бруска образовалась вот такая вот штраба, которая нам будет вполне достаточно для того, чтобы в нее завести напольное покрытие. А еще один нюанс при штукатурке стен. Когда вы штукатурите стены и пользуетесь инвентарными оцинкованными маяками, и в дальнейшем стены планируете под покраску, обязательно удаляйте данные маяки. После удаления данных маяков, штробы от них обязательно замазать. Сейчас я покажу, как мы их удаляем и то, что получилось после замазки штроб. После удаления маяка образуется вот такая вот штроба, которую в дальнейшем необходимо замазать. А как выглядит замазанная штроба, пойдемте покажу. В данном случае маяк уже удален, а штроба замазана. В итоге вы получаете монолитную штукатуренную стену без всяких металлических вкраплений в нее. Помните, я в начале видео говорил о том, что у нас достаточно толстый слой штукатурки. Я хочу вам его показать. Вот мы сейчас произвели удаление бруска, и там у нас оголилась та стена, которая была в квартире черновая, я так скажу, стена из кирпича. Вот наш слой. Так это минимальный слой, который есть. Дальше слой будет больше. А теперь я хочу вам рассказать про монтаж коробок электрощитов. Как необходимо делать монтаж коробок? Монтировать коробки нужно только после того, как у вас установлены штукатурные маяки. Для того, чтобы потом коробки можно было поставить ровно в створ со стеной. Чтобы потом крышка, которая у вас будет закрывать электрощит, идеально стыковалась с данной коробкой. Я не буду вам в данном видео рассказывать о том, как собирается электрощит, что в нем есть и так далее. Вы вот это сможете увидеть в одном из моих роликов, которые есть на канале и Будде. Он доступный по ссылке в описании, а также вот здесь. А есть один нюанс. Я уже говорил, что мы всегда в квартире ставим два электрощита. Первый электрощит силовой, а второй щит слаботочный, в котором будут расположены те трансформаторы, которые необходимы для светодиодного освещения. Коль я нахожусь здесь рядом с электрощитами, хочу обратить внимание еще на один нюанс. Мы за эту неделю увеличили высоту стандартного дверного проема с 2 метров 6 сантиметров до 2 метров 30 с копейками сантиметров. Это необходимо нам по дизайн проекту, так как у нас будут высокие встраиваемые двери и невидимки. Заказчик у нас человек высокий. Только после того, как мы произвели завышение дверного проема, мы смогли отштукатурить данную стену. Потому что штукатурить ее до повышения проема нецелесообразно. Как мы меняли высоту дверного проема, я расскажу вам сейчас. А у нас был раньше кирпич вот здесь вот с перемычкой. Мы заранее врезали металлический уголок в стену, зафиксировали верхнюю кладку кирпича. После чего произвели демонтаж кирпичной кладки и перемычки, которая была у нас ниже данного уголка. Тем самым мы не дали разрушившиеся верхние кладки, а и закрепили дверной проем. Хочу поговорить о распаивочных коробках. Как мы их собираем? После того, как мы скрутили провода все вместе, мы провода обмазываем паяльной пастой, в которой уже есть сразу же кислота и олова. А после того, как мы обмазали, мы производим нагрев проводов горелкой, где провода спаиваются друг с другом. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы распаивочные коробки у вас служили верой и правдой многие-многие годы. А и никогда не было никаких перегревов и коротких замыканий. А как это происходит, я покажу вам сейчас. Смотрим. Сейчас мы производим обмазку проводов паяльной пасты. И далее провода нагреваем обычной газовой горелкой. Вот так вот. В итоге получаем запаянные концы проводов и накручиваем на них сиз, чтобы не было короткого замыкания. Многие вместо сизов используют термоусадку, но здесь разницы нет. Кстати, при пайке можно использовать и другой инструмент, но мы паяем так. Кстати, на объекте за данную неделю было сделано еще много разных мелочей. Мы сняли радиаторы отопления, которые нам в дальнейшем не понадобятся и мешали штукатурке стен. А также мы производим монтаж подрозетников для розеток и выключателей. Многие производят монтаж подрозетников до штукатурки, но мы делаем в основном их после штукатурки. Почему после? Потому что после того, как мы отштукатурили стены, мы уже знаем точную геометрию помещения со всеми привязками. Так нам проще взять отмерение, от угла определенное расстояние и поставить сюда подрозетники. И если же вы сделаете данную работу до штукатурки, то вам будет тяжело точно рассчитать место расположения подрозетников, и они в дальнейшем могут быть смещены на сантиметр два влево, либо вправо. И данной технологии, когда мы их ставим после штукатурки, такого не будет. А теперь анонс, что мы планируем сделать на следующей неделе. Мы на следующей неделе планируем до конца завершить штукатурку стен, а именно штукатурить две стены вот в той вот комнате, в которой они не закончены. Там вы видите на дальнем фоне кирпичная стена. А также поставить перегородки из гипсокартона. Мы их уже заранее наметили на потолке. Я уже о них говорил в предыдущих видео. Спустить в эти перегородки провода в гофре. Дальше, что же мы еще планируем сделать? Планируем оформить колонны, обшить их гипсокартоном, либо же заштукатурить. Посмотрим, что мы будем с ними делать. А также, возможно, но не факт. То есть мы сделаем откосы, которые оштукатурим цементным раствором, на который в дальнейшем будет приклеен камень-сланец. У нас откосы будут полностью оформлены в камне, в том числе и подоконник. Нам для них необходимо подготовить основу. Но вот это не 100%, это желаемый результат. Если успеем, то реализуем. Если нет, то нет. Также еще хочу сказать, что мы продолжаем установку подрозетников, но не можем установить все подрозетники до тех пор, пока у нас не будут выставлены перегородки из гипсокартона, а также сформированы колонны, от которых мы будем отталкиваться и размечать место установки подрозетников. На этом все. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте этому видео лайк, строчите свои комментарии. Делитесь с друзьями. Пусть ремонт радует вас. Экономьте на ремонте с умом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok